Письмо Ленину Ахмед Закивалидова. 20 февраля 1923 года. Глубоко уважаемый Владимир Ильич. Возможно, из-за вашей болезни вам не прочитают это письмо, может, даже не сообщат, что оно есть, но поскольку оно написано, разослано в копиях некоторым товарищам и отправлено вам, оно уже является историческим документом. Товарищ Сталин через товарища Рудзутака сообщает, что я могу вернуться в партию, то есть, делает вид, что ничего не знает о моих антимосковских инициативах и моем присоединении к повстанческому движению, о чем я известил ЦК письмом в 1920г, из Баку. Как можно верить вам и вернуться после того, как 19 мая 1920г, вы со Сталином вдвоем подписали постановление, отменяющее через 14 месяцев договор от 20 марта 1919г, который был подписан вами обоими, но и другими товарищами. Когда я лично выразил вам протест по поводу этого одностороннего постановления, вы определили наш договор, как клочок бумаги. А ведь этот договор объявил создание самостоятельной башкирской армии с прямым подчинением Верховному командованию. Постановлением от 19 мая 1920г, вы лишили башкирскую армию этого права, подчинили полностью армейскому корпусу заводой. Все произошло так, как вы хотели, и сегодня башкирской армии фактически не существует. Сформулированная вами в том же постановлении обманная фраза «Уфимская губерния присоединяется к Башкирии» на самом деле означает «Башкирия присоединяется к Уфимской губернии». В обращении советского правительства к россияским мусульманам от 20 ноября 1917г, сказано о праве на независимость, вплоть до отделения от России. Вашим постановлением 20 мая 1920г, это право уничтожено под корень. Поражение башкир, казахов и туркестанцев на юго-востоке России и мой завтрашний отъезд из советской России открывают новый период в истории мусульман юго-восточной России. Борьба мусульман за свои права перестает быть внутрироссийской и выплескивается на международную арену. Моя задача познакомить мир с историей и сутью этой борьбы. Нет надобности обсуждать другие статьи нашего попранного договора. Специалисты Восточного университета и Восточного отдела ЦЭКа ведут сегодня большую работу. Они пытаются создать алфавиты и литературные языки разных народов с учетом фонетических различий в местных наречиях. В установлении принципов этой работы не русские, коммунисты играют лишь консультативную роль. В последнем номере журнала «Кзыл Шарк», выпускаемого сотрудниками Восточного университета, в статье дагестанца Умара Алиева говорится, что если для тюркских языков Северного Кавказа будет взят русский алфавит, кириллица, то это приведет в конце концов к внедрению христианства, поэтому северокавказцы должны использовать латинский алфавит, как это планируется в Азербайджане 54. Вообще, проблемами алфавита и литературного языка должны заниматься не русские, а местные ученые при помощи независимых правительств автономных государств, созданных на принципах национальной и политической свободы. Подобные статьи и стремлений азербайджанцев собрать интеллигентов-коммунистов, тюрко-мусульманских народов вокруг «Кзыл Шарк» единого литературного тюркского языка нервировали великорусских ученых. В продолжении письма Ленину Ахмед Закивалидова, на одном из совещаний, где присутствовали узбекские и казахские интеллигенты, профессор Поливанов и другие русские, полемизируя с азербайджанцами Шахтахтинским и Джалалом Кулиевым, которые защищали тезис единого алфавита на основе латиницы, заявили, что если сейчас и будет принят латинский алфавит, все равно со временем он уступит место кириллице, а каждый из более 40 тюркских диалектов будет иметь свой алфавит. Шахтахтинский на это заметил, что неизменная цель русских не допустить существования литературного тюркского языка. Совершенно ясно, что раз уж вы, великорусские товарищи, беретесь за язык и орфографию какого-то народа, вы не оставите его в покое, пока он совсем не обрусеет. Невозможно не поразиться различию между вашими взглядами, высказанными в работе против течения и других произведениях о праве народов на решение собственной судьбы и политикой, которую вы проводите сегодня. Летом 1919 г. Когда мы в Саранске занимались реформой нашего войска, ваш представитель, товарищ Зарецкий, в течение месяца на лекциях рассказывал о будущем угнетенных прежде народов, об образовании национальных правительств и армий, о том, что впервые в истории все эти вопросы положительным образом разрешает советское правительство. А я опубликовал вправде статью, созвучную этим нравоучением. Но не прошло и четырех лет, а ваша политика развивается и осуществляется в совершенно противоположном направлении. Так что РКП лучше говорить о спасении народов в далеких от России странах Азии и Африки. Истина состоит в том, что великорусы нервничают, когда видят свидетельствующие о продолжении в туркестане царской колониальной политики публикации, наподобие материала правдолюбца Георгия Сафарова, побывавшего здесь, и радуются, когда местные коммунисты определяют малые народы, как мелких рыбешек, являющихся кормом для китов, выдавая это за собственные убеждения. В продолжении письма Ленину Ахмед Закивалидова, товарищ Артем говорил в Башкирии некоторым нашим коммунистам, что не верят в их будущую независимую жизнь и что во всех странах Азии, кроме Китая и Индии, будет безраздельно господствовать советская, русская культура. По его словам, не стоило даже обращать внимание на местные языки и культуры, которые хотели бы воспрепятствовать этому, эти языки можно использовать лишь для распространения идеи коммунизма. Эти и подобные слова он повторял и в других местах. Они были услышаны и за пределами России. Нет никаких сомнений в том, что эта политика будет продолжаться и дальше, а в результате советская Россия станет врагом номер один каждого народа, который пожелает жить по собственной воле, но останется у вас в плену. Ахмед Закивалидов. До 1917 года язык был один тюрки. Это отмечено во всех научных трудах, во всех странах. Лучшие языковеды тех лет считали, что язык один, а наречий много. В том числе наречия киргизов, кара киргизов и разница между ними в то время была минимальна. В грамматике миллиоранского она занимала полстраницы. Разницу в языках вели искусственно и специально, разделяя властвуй. Зачем великому русскому языку второй язык, который более древен, более развит и известен и к тому же, порождает проблему второй великой нации, сопоставимой с первой?